Меня не остановит абсолютно ничто. Я вообще к неудачам, они для меня не существуют. Проблемы человека обычно, груз неудач, который начинает со временем давить. То есть у него первая попытка, вот самая высокая вероятность удачи, потому что он полон вера в себя, и он делает максимум, на что способен. Если она у него проваливается, уже вторая попытка, он уже еще полон, конечно, сил, но уже все-таки он помнит, что это может и не получиться. И чем дальше, тем он уже, последние попытки уже он предпринимает при инерции, обреченно, по сути дела, полагая, что все равно еще не выйдет. Поэтому-то и все его беда. Вот для меня не существует этого груза неудач. Абсолютно. На самом деле, каждая попытка всегда первая, ведь их никто не знает про вашу неудачную попытку, кроме вас самого. Поэтому вот рецепт, как достигнуть любой цели. Не забывайте про свои неудачи. Так вот вообще, если у меня что-то не получится, я в то же мгновение, как только будет возможность, приступлю к следующему. Это очень сложно, верить в себя. Мы можем постоянно верить в себя. Это очень сложно. На это способны немногие. Как верить в себя, если вся жизнь тебя убеждает в обратном? Что ты проигрываешь и проигрываешь. Нечастою их всего добиваются в юности. Потому что в юности человек еще не имеет. На нем не везет груз его предыдущих ошибок. Он верит в себя. А затем, в течение времени, неудачи за неудачей, он уже теряет веру в себя постепенно. Хотя это все только в области психологии. Когда вы там предпринимаете тысячу первую попытку для тысячи предыдущих неудачных, ведь никто не знает, что она у вас тысяча первая. Вы когда об этом знаете? Поэтому вы уже сами запрограммированы на неудачу. Все предыдущие неудачи вас уже программируют, что все безнадежно, бесполезно. Сейчас будет как тысяча первая, когда это вот еще раз все было. Вот вы идете уже обреченные на неудачи. Вот все. А если бы вы верили, если бы для вас каждый раз был первым, то результаты были бы иные. Сейчас ситуация экономического рабства. В мире, по сути, тот же самый рабоплогический строй, что и тысячи лет назад. Только вузы теперь экономические. Только и всего. То есть есть хозяева, это те, кто печатает деньги, эти совершенно ничем не обеспеченные бумажки. И есть рабы. Те, кто работает. Задайте себе вопрос, на кого вы работаете? Вот говорят, надо работать честно. На кого вы работаете, честно? Честно, вы работаете на то, чтобы Абрамович себе шестую яхту купил. То есть это выгодно. Вот эта ситуация, она очень выгодна, так сказать, хозяевам. В том смысле, что люди, делами днями работая, не имея возможности ни о чем думать, и думая только о том, о хлебе насущном, так сказать, они легкоуправляемы, зависимы и прочее, прочее. Да, человек должен работать. Но он должен работать в справедливом обществе. Общество глубоко несправедливо. На кого он должен работать? На олигархах? Вот на кого сейчас люди работают? Почему ситуация, что одни имеют миллиарды, а другие ничего? Вот что вы вообще? И вы скажите, что люди должны работать вообще вот этим Абрамовичем? Они, наверное, очень много работали, трудились там. И скажите ты людям, которые всю жизнь проработали, получили пенсию в 100 долларов, их выкинули на помойку. Вот реалии. Понимаете, вам может это нравится, или не нравится, но это реалии. А во-вторых, этот термин, этот тезис, что кто будет работать, просто общество будет другое. Вот сейчас, если у всех будет достаточно денег, сейчас люди работают за деньги. Это совершенно аморально, это по сути дела экономическое рабство. Если вообще денег не будет, например, у всех будут деньги, точнее, у всех будут велиные потребности, то просто другие факторы будут. Например, уважение. Если, например, вы что-то умеете, а другое не умеете. Вот сейчас смешно слушать. Будет другой мир. Какой он конкретно будет, сейчас говорить сложно, но он будет другой. Ненависть – это та же любовь, только со знаком минус. А минус легко меняется на плюс. Ноль только ни на что не меняется. То, что к тебе есть интерес, главное. А это ненависть или любовь, значения не имеет. Минус на плюс легко меняется. Вот ноль поменять на что-то крайне сложно. А минус поменять на плюс чрезвычайно просто. Предательство – это вообще смертный грех. Он не прощается, понимаете? То есть его нельзя простить. Его можно забыть, сделать вид, что простил, чтобы сохранить семью. Но простить его невозможно. Это мое мнение. Поэтому, если женщина делает вид, что он простил, не верьте. Ну и вы тоже. Представьте себе, что вам изменила жена. Ну, чем связана семья, любовь? Что ты доверяешь человеку? Предать можно только того, кто тебя доверяет. Вот тебя предает тот, кому ты доверял. Можно это простить? Что значит простить вообще? Вот он, как это можно вообще простить? Вот кого он тебя предал? Что это означает вообще? Что он не такой какой-то, а он как-то о нем думал. Что это совершенно другой человек. Так, следующий вопрос. Любовь спасет мир. Ничего она не спасет. Мир можно спасти только мы сами. Мир плох, сделай его лучше. Только так. Что касается любви, то это вообще хрупкая вещь. И беречь надо, не надеяться, что он что-то там спасет. Вот как ваза хрустальная. Чуть качнула, она упала и разбилась. Так же любовь, и вообще любые чувства. Они... Приведу такой приземленный пример. Знаете, как любой бытовой прибор. Вот на нем написано инструкция техники. Вот в инструкции написано условие эксплуатации. Не надо там ронять, швырять, солнечные лучи избежать прямых, на холод воносить. Вот так же любые чувства. Ими надо... С ними надо вот обращаться бережем и не нарушать правильную эксплуатацию. И тогда я не буду... А если на них ронять, кидать, швырять, подвергать все время каким-то там испытаниям, молотком по ним дубасить, то... Их хватит ненадолго. Так что вот так. Кидать!